Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Василий Захаров, за кадром, как всегда. Евграфушка нам помогает, как всегда в «Галактике» снимаем коктейльчики. Для Един ТВ сегодня будем готовить коктейль, который называется «Палома». Странно, что мы ни разу не готовили, Евграфушка, этот коктейльчик, потому что это один из самых популярных, фактически, микс-дринков, грубо говоря, на территории Мексики. Там прям очень любят смешивать этот коктейль, и в основном он представляет собой смесь текилы и грибфрутовой газировочки, ну, типа грибфрутовой-содовой. Мы грибфрутовую-содовую не нашли, но мы как бы вообще не отчаиваемся, потому что мы возьмем просто фреш грибфрута, чуть-чуть фреша лайма добавим, и обычной газировкой все это дело зальем. То есть все легко и непринужденно. Иногда делают рим из соли по ободку бокала. Мы тоже сделаем рим, но не из соли. Щепотку соли можно положить и в сам коктейль, и то пить через трубочку, либо я предпочитаю этот метод, потому что рим ты один раз облизнул, и больше там соль не чувствуешь. Но мы сделаем интересный такой рим. Рим – это кромка. Кромочка, да. Мы взяли цедру, вот так ее потерли. От нашего лайма свежего, хорошего. Чуть-чуть о соли добавили. Сейчас возьмем наш лайм. Возьмем бокал, протрем окоемочку немножко. И сделаем такой вот непонятный рим из перетертой цедры. Если она будет сухая, то вообще будет здорово и замечательно. Ну, как-то вот так. Аккуратненько положим льда. Пусть у нас все это дело охлаждается. Это мы все дело убираем. И все, можно приступать к сборке. Все сразу туда. Угадайте, что я пью, кстати. Нефть. Правильно. В виде сиропа у нас выступает сегодня сироп агавы. Добавим его в районе 7 миллилитров. Ну, там по вкусу смотрите сами. Сок лайма 15 миллилитров. И сок грибфрута 50 миллилитров. Ну, можно поменьше. Сирокет. Дальше нам понадобится текила. Я ищу тут была и стопроцентная агава текила. Дон Хулио. Дон Хулио возьмем, да. Хотим хороший напиток, поэтому возьмем текилу из стопроцентной агавы. 50 миллилитров. Все, что нам остается, это чуть-чуть перемешать наш коктейль. И долить туда, доверху газировочки. Ну, еще подку соли, кстати, положим, в принципе. Ладно, будем пить через трубочку. Чуть-чуть. Буквально, вот так вот. Истории у этого коктейля никакой нету, кстати. Мы почему сразу перешли к приготовлению? Потому что никто не знает, кто это когда сделал. Есть один бармен, которому приписывают вроде как изобретение этого коктейля. Дон Хавьер Корона. Но документальных никаких доказательств нет на этот счет. Но этот же бармен придумал еще коктейль с соком лайма, кока-колой и текилой. Есть еще такой, называется Батанга. Поэтому, как бы, ну, типа хрен знает, может быть. Что-то мы это, заболтались немножечко. Нам нужно добавить газированной водички. Посыпем сверху нашими остаточками. Чтобы было просто красиво. А чтобы можно было вкусно это все дело пить, вот есть такие специальные трубочки для джулипов, чтобы не забивалась всякая фигня. Для жуликов. Для жуликов, да. Чтобы не забивалась. И, наверное, украсим кусочком лайма. Все, наш коктейль Paloma готов. Много всяких разных, кстати, вариаций на него. На некоторых сайтах вообще сразу пишут, там, типа, рецепты клубничные, там, и так далее. Хотя, типа, как классическая Paloma, и в рецепте, там, типа, 4 клубнички. Мы около бара тоже делали пару постов. Я сам переводил про клубничную ромашковую Paloma, где вместо сиропа агавы идет этот сироп ромашки. Ну, чай сладкий ромашковый завариваете и нормально выпариваете. С клубничкой тоже. Но там много всяких вариаций. В общем, хороший, отличный напиток и очень популярный в Мексике. И поэтому странно, что мы его не делали. И простой в приготовлении. Евграф сейчас отведает его. На, мой милый мальчик. Саур. Свит. Текилд. Солд. Нормально, все вкусы есть, кстати, очень. Все, чувствуется все. Да, да, да. Не перебывает ничего друг друга. Нет, классная штука, причем легкая, освежающая. У нас еще будет выпуск про этот Dark and Storm из той же серии, кстати. Хорош, я бы отменьше сахара добавил. Мне кажется, он такой. Ого. О, через солененькую окаемочку-то. Хорош. Нет, солененькая окаемочка нет. Нет? Мне нравится. Как говорил мой папа, все говорят кино для дебилов, а мне понравилось. Про меня, естественно. Слушай, классная штука. От менингита или умирают, или становятся дураками. Вот и мы с братом болели. Он умер, а мне повезло. От менингита либо умирают, либо добреют. Ну, ходят и смеются, в смысле. Да, веселеют. Да, веселеют. Мы повеселели однозначно. После пары глотков поломы. Легкий, прекрасная, освежающая, отличная альтернатива для всяких маргарит или там другим микс-дринком. Но грейпфрут с текилой вообще хорошо сочетается, так же, как и лайм. Тут все прям идеально подобрано. Короче, классная штука. Реально, он в балансе. И сироп агава, конечно, это идеальная штука, но не знаю, станете ли вы заморачиваться покупать. В барах тоже резко попадается. Я вот как-то все прикупил, но там несколько раз использовал его. Захочу текилу, буду использовать снова. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке, в Ютьюбе, в Инстаграме, в Телеграме. Везде мы, короче, мы как большой брат следим за вами. Кстати, колокольчик в Ютьюбе, тогда будете следить за нами, оповещения сразу будут приходить. Лайки, пальцы вверх, нам все это, ребята, нам все это надо. Снимали в баре «Галактика», меня, как всегда, звали. Василий Захаров, мне за кадром как всегда помогал, гифграф. До скорых встреч, ребятки, пейте с умом, пока. Субтитры сделал DimaTorzok